Третья решающая партия в матче Тянь-Тинь-Сун и Амелим Рызмо явилась неожиданностью для многих, пришедших посмотреть на то, в какой форме находится третья сеянная на первом турнире серии Большого Шлема в открытом чемпионате Австралии по теннице сезона 2006 года, который вчера начался в Нильбурне. И не были разочарованы поклонники тенниса, придя на этот поединок. Первый сет выиграла Тянь-Тинь-Сун со счетом 6-4. Во второй партии, как бы обретя необходимую для удачного проведения этой встречи состояние Амелима Рызмо, выиграла сет. И вот сейчас в начале партии решающей... Идет нешуточная борьба, как вы видите. Да, Амелима Рызмо проиграла гейм на своей подаче. Вот сейчас пытается его вернуть на подачу Тянь-Тинь-Сун 0.30. И вот уже в который раз мы видим, как не лучшим образом действует впереди у сетки Китаянка. Напомним, что в предыдущем гейме усилия предприняла Амелия Рызмо, сравняв счет после проигрыша трех очков подряд. На данный момент впереди теннисист из Китая. 0.40 на ее подаче. И вот мы видим тренера Сун, который оживился было, когда выиграла его подопечная гейм на подаче Муразмо. Ну и вот сейчас опять пребывает состояние такого нервного возбуждения и ожидания. Я бы сказал так, ожидания и чуда в исполнении ученицы. Уверенно держится на корте Китаянка. Отдает себе отчет, что шансы есть. И, по-моему, собирается ими воспользоваться. Отыгрывает один брейкпоинт Антинь-Сун. 15.40. Ну, такой срыв. Даже центром ракетки не попадает при исполнении удара слева. Тен-тен-сун. И счет становится по два. Что-то мешает Амелии заиграть в свою полную силу. Я думаю, что мера ответственности все-таки третья сеянная и может потерпеть поражение в первом круге. Это как психологически, наверное, очень давит на Амелии. Чуть-чуть хуже стало двигаться Тен-Тен-Сун. И тут же последовала расплата. Ну, великолепно исполненный, укороченный. Даже если бы и стартовала вовремя. Да, нет, я говорю про предыдущий удар. Вот здесь на повторе было видно, что тянулась к удару слева китайская теннисистка. Конечно, кто-то первый должен не выдержать такого напряжения. Вопрос только, кто окажется этим первым. Кстати, мы видим и европейского специалиста в ее команде. Обратите внимание, скорее всего, тренером является... Или со-тренером. Официальным тренером китайской теннисистки является Юли Киао. Очередная ошибка при приеме подачи Сун. И на подаче мороза 30-15. Я думаю, что мы еще увидим вот в этом третьем решающем партии вот такие перепады в настроении и действиях спортсменок. То взлет, то падение. Тей, ол... Тей, ол... Очень выигрышная ситуация находилась сейчас Тянь-Тянь-Сюнь. Конечно, хотелось бы, чтобы игрок на центральном курте Мелиборна попадал в такой ситуации. Наверное, нужно быть более снисходительным к обеим-теннисистам, поскольку все-таки решающая партия. Аут. Вот сейчас ошибка уже сравнительно простая в исполнении Тянь-Тянь-Ки. Играла почему-то через середину, просто изо всех сил пытаясь послать мяч наполовину Морозмо. Три-два. Француженка впереди в решающем сете. Итак, Морозмо опять впереди. Выиграла гейм. Спасибо. Спасибо.